ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, не знаю, ты говоришь, кормись и ухлаждайся. Самина из картина от селюбия ремонта. Но только жить в эту пору прекрасно уж не придётся. Надеюсь, не придётся ни мне, ни тебе. Потому что, конечно, сейчас-то, в эпоху победившего матриархата, но пока не гнобящего, по крайней мере, просто тихо пинающего. Друзья, я предлагаю перенестись всё-таки туда, куда хотел я вас перенести. На площадку нового джипа от Бентли. Вот это меня больше всего волнует. Мир мужских игрушек за миллионы долларов. За сотни тысяч. Да, в общем, в Женеве закончился 82-й автомобильный международный автосалон. Автомобильный автосалон. Ну, тавтология, но зато красивая и длинная фраза. Мы там не были, и поэтому мы хотели пригласить человека, который там был и разбирается в машинах так, как мы никогда и не разбирались, но только мечтали. Можно короче сказать. Сергей Асланян. Всё. То есть мы бы... Наш друг и брат. Мы бы бегали по салону просто с лицом в слюнях, а я думаю, Сергей хотел... На нас, я думаю, что мы не дошли даже за него, потому что я был в Женеве, там есть пара мест прикольных. Можно что-то заявить с трибуны со своей. Ну, да не просто сидишь и выпиваешь. Вот. Привет, Серёж. Слушайте, половые праздники уже закончились, а вы ещё сиськи теребите. К счастью, не свои. Вот именно. Это не мы, это общественность. Немецкая и тунисская, соответственно. Слушайте, через 30 лет в Европе будет полный ислам, поэтому всё будет опять в досичном. А, и опять вернётся в досичном. Вот оно, обновление. Слушай, подожди, Серёж, подожди, сейчас мы к жене вернёмся, а ведь ты прав. То есть действительно через 30 лет Европе вернётся. Другое дело, что ты сейчас таким образом констатируешь, и тебя можно по идее после программы проявлечь разжигание, ты констатируешь, так сказать, во-первых, ты достаёшь знак равенства между исламом и откатом. Потому что ты сказал, опять в досичный период. Да, конечно. Всё по-твоему недоразвитое общество. Ну, ислам, наоборот, обогнавшее. На целый круг. Не забывай, что ислам – это не религия, а бизнес-проект всё-таки. Он просто очень давно начался. А конкретного человека Мухаммеда вызывали. Достаточно сильно разбогател, поскольку во власть другого входа не было, пришлось придумать свою секту. Что сейчас делают, например, в Америке? Если ты плачешь с налоги, то неважно, ты аум-син-рикё или какой-нибудь сатанизм 25-го дня. Ну, когда аум-син-рикё, несмотря на, я помню, рекламу по телевизору в 90-е годы, помнишь, что он прошёл суровую школу аскетизма до этого человека? Да, 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 аскетизма. Ну, кончил он не очень. Да, но саентологи по всю пору в Америке себя хорошо чувствуют, и преподобный Мухаммеда там же замечательно. Я же знал, что у тебя такое радикальное, не будем углубляться. Ну, у армян вообще, знаешь, по этому поводу есть некоторые высказывания, пара мыслей. Вообще, да, у армян действительно. В 15-м году как раз будет юбилей. Это Асланян, чтобы вы понимали. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением Асланяна. Осталось разбежаться теперь. Надо так сказать, что мнение редакции не всегда совпадает с мнением Асланяна. Причём это касается любой редакции. Я как человек, который с ним работает, который работает на Вестях ФМ, я могу вам это сказать очень твёрдо и совершенно без всяких шуток. Серёжа. Граждане шизофреники. Граждане шизофреники. Итак, у меня главный вопрос. Я не отстану от Бентли и от их джипа. Кого чёрта они полезли туда? Автомобильные журналисты, они бывают как люди, разные. Те, которые в теме не разбираются, те всегда прутся стадом обязательно к тому, что подороже и по блестящей. О, это про меня. Вполне логично. И если посмотреть какую-нибудь пионерскую зорьку, вот на Вестях 24 выходит такая детская программа, называется Автовести. Там как раз вот именно в этом тренде люди ходят и рассказывают о том, что посмотрите, какое величие случилось. А скажите на плазме, пожалуйста, извините. Тебе обязательно хоть кого-то пнуть в процессе, скажи, пожалуйста, интервью. Про автомобили. Вот он, вот он, родец. Ой, красавец. Он, кстати, не джип, а кроссовер. Так. И сделан на легковой платформе. Это машина, которая заявляет себя как самого главного альфа-дога в данной стае, поскольку ценник у него начинается с 300 тысяч евро. И любому понятно, что если ты уж выехал на подобной машине, значит, у тебя всё в порядке абсолютно. Что у тебя нет вкуса, но есть деньги. Да. Вкус к деньгам не имеет ни малейшего отношения. Роликс тоже не самая интересно сделанная вещь. Согласен. Но по ценнику понятно. Ну, ценник замещает, как бы, и скупает это вот твоё отсутствие. Да. Я хочу получить ответ на свой... Плохая машина? Нет, я хочу получить... Ты не видишь, хорошая она машина или нет? С виду отвратительно уродливая. Я хочу получить ответ на вопрос, какого чёрта? Им что, мало денег? Или что? Зачем они лезут в какие-то дешёвые игры с X5 какими-то вот? То, что сейчас модно, непонятно. То ли легковушка, то ли джип. Ребята, вроде городская машина, но вам ногу надо поднимать повыше. Зачем они туда лезут? Что? Не хватает денег. Целевая аудитория этого автомобиля живёт долго и хорошо, поэтому даже в своём 70-летнем возрасте ногу задрать на нужную высоту ещё в состоянии. Когда ты едешь на автомобиле, например, провальном Майбахе, то понятно, что ты либо Жириновский, либо его какой-нибудь аналог, там, цирковой клоун. Вот этой машины ещё нету. Она уже сейчас собрала прессу. Уже сейчас про неё рассказали все. Все про неё напишут, кроме целевой аудитории, читать, которую никогда не будет читать. То есть тот, кто её купит, он даже не узнает, что писали про эту машину. Все вокруг рассказали о величии фирмы Bentley. Это платформа следующего Volkswagen Faiton, а также Audi A8. И именно она в полноприводном варианте будет накрыта этим кузовом. Отличаться от части будет. Не совсем эта машина пойдёт. Но никто не будет возражать против её цены. Её задача при себестоимости, ну, где-нибудь, наверное, так, в 10 тысяч евро, ну, чтобы собрать её, чтобы она поехала, она будет стоить там 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч. Это будет просто знак. Это будет просто знак. Это будет такого класса, разве нет? Ничего именно. Это касается любой, так сказать, дорогой машины. Соотношение себестоимости и продажной цены, цена всегда берётся только с потолка. В нашей стране это особенно заметно. Ну, скажем, условные Ламборгини. Там соотношение, так сказать, себестоимости. Если мы не берём, так сказать, авторских элементов, там, человек, который кистью красит. Там, кстати, бы... Ламборгини посложнее немножко. Как сложнее? Какой-то авторский. А тут просто, ну, вот платформа от Volkswagen и Audi. Понятно. Хорошо. Это нормальная типовая платформа, которая будет накрыта специальным кузовом, вызывающим ревность и зависть у одних, восторги у других и желание пойти и оплатить у третьих. Для них это и сделано. И острое ощущение недостаточно собственной зарплаты у четвёртых. Независимо от качества машины. Это даже не имеет отношения к этому автомобилю. Но в целом, чем хороша Женева? Тем, что поскольку всё-таки в Швейцарии нет собственной автомобильной промышленности, именно там и происходит разборка, что называется, по гамбургскому счёту. О том, как выглядит истина на Европейском театре коммерческих действий, можно посмотреть в Женеве. И вот это именно то, вокруг чего ходят, но редко называют своими именами. Примечательная картина не в концептах, а в том, куда ходит народ, а куда он не ходит. А ты по народу кого сейчас имеешь в виду? Потому что там есть как-то специалисты. В первую очередь специалистов, которые ходят в день для прессы, на второй день начинаются дилеры, потом начинаются клиенты. К японцам не ходят. Японцы Европу не интересуют. Европа понятия не имеет о том, что есть недалеко здесь русские, которые за эту одноразовую продукцию, довольно банальную, готовы заплатить в три конца. Русские как раз обо всем японском. Стенд Хонды пустой, там никого нет. О том, что Мазда показала что-то, можно было догадаться, только обнаружив их пиар-директора, очаровательную женщину, которая очень хорошо говорит. Которая тебя за руку тянет к стенду. Которая тебе обещает, что... Минуточку, вот это не футбольное поле. Здесь люди, которые хаотично двигаются, это на самом деле люди, зашедшие к нам на стенд. Такая же картина у Тойоты. Это великая Тойота. Она выставила легендарную машину Тойоты 2000 ГТ 68 года, которая легендарна только в Японии. Потому что в Европе, никто не знает, а что, была такая легенда? Хорошо, почему в Европе неинтересны японские машины? Одноразовая японская дешевка. Интересна только в странах с экономикой так называемого третьего порядка, к которому мы относимся, где все можно продавать в три конца. Люди, которые заработали, знают истинную деньгам и ценностям, они не покупают дешевку с лейбаком под названием «Смотрите, это дорого». Япония – это всегда дешево, Япония – это всегда на все века, после немцев. Ну, такой был стереотип, что все-таки японские машины суперкачественные. Мы, наверное, очень сильно автостали автомобильных трендов. Нет, это не просто стереотип, извините, это статистика вообще-то. По крайней мере, статистика, которая в начале 2000-х годов регулярно в автоизданиях, одним из которых ты когда-то руководил, между прочим, Сережа, мы помним этот период, так потому что ты имеешь отношение к автомобилям и зданиям. Вот они публиковали ее охотно. Так вот, по статистике, именно что «Тойоты» были самыми надежными машинами на российских дорогах. Легенды о «Тойоте», которая не ломается, они идут с Дальнего Востока, праворуково, где люди, не дождавшись в 20-летней очереди своих «Жигулей», пересели на любую японскую машину. И если «Жигуль» умирал на 10-й тысячи, «Москвич» на 8-й, а «Волга» на 3-й, то откатавшись 15 тысяч на японской машине, неважно какой, он говорил, да она же вечная, она не ломается. Это абсолютная сказка. Японские машины ломаются точно так же, поскольку законы физики на всех континентах абсолютно одинаковы. И отзывная компания нескольких миллионов, 8 миллионов «Тойот» с американского рынка, не говорят о том, что она, пожалуй, не ломается. Знаешь, о чем это говорит только? Что на американском рынке каким-то образом оказалось 8 миллионов «Тойот». Там много «Тойот», но американских машин там ненамного меньше. Если посмотреть Европу, разборка между Азией, к которой мы относимся, и Америкой не похожа на разборку, которая имеет место в Европе. Мы действительно серьезные американисты. Японцы очень сильные игроки в узких сегментах. Они делают машины специально для американцев, которые подходят еще и нам. Европейцы — это другой театр военных действий, где их вышибли. Они там играют восьмую пристяжную роль статистов справа. Их давно уже задвинули в угол. Собственно, они там никогда не были на первых ролях. С нашей точки зрения, когда каждый второй мечтает о «Тойоте» Камри, хочется все-таки экстраполировать это же вожделение и на Европу. Но в Европе нет Камри. В принципе, ее нет. Это американская машина. Она же русская. Закат, закат. И так, то же самое «Инфинити», например, 2007 года, в Европе она существует. Это бренд, который был придуман для Америки, и он пришел в Европу через Россию. Мы были первыми, кто получил права на «Инфинити», и от нас началась экспансия в Европу. Я помню этих немцев, которые гоняли автомобили из Москвы. Сумасшедшие. Мелкая группа. Но фирма «Кия», которая сейчас показала машину «Оптима», она, походя, «Инфинити» просто стряхнула со стола, как крошки. Потому что «Инфинити» в Европе 5 лет, а «Кия» в Европе 15 лет. И «Кия» уже давно европеец. И «Кия» интересна швейцарцу, немцу и французу. Почему? А «Инфинити» — потому что это своя нормальная машина, сделанная в Европу. Давайте все-таки, я считаю, что Юрюх неправильно начал с того, что прям конкретную машину. Зачем? Такого черта? Я к тому же вопросу. Прямо о «Салоне». Ну вот, пожалуйста, для меня лично это открытие, которое, ну, то есть, у меня есть автомобиль, там не первый автомобиль, и я удивился. И не первый, а здесь есть автомобиль? Нет, первый, кстати. Почти первый. Сергей очень популярно объяснил, почему японцы... Да нет, я же не против. Я же не против. Я просто хочу поговорить про салон. Капельку. И вот в каком размере. Вот Сергей говорит, вот, скажем, для европейца это, да, а это нет. Вот, помимо некого эмоционального, который там, я не знаю, откуда берется, из легенд, действительно, из всяких стереотипов, которые там транслируют, ретранслируют, и множат журналисты. Вот откуда берется европейскость машины? Вот что, как ты говоришь, европейцу, условному швейцарству, важно? Вот что он ищет и к чему вожделеет, открывая дверь автомобиля? Что, как его привлечь? В первую очередь, европейец реагирует на стоимость владения. У нас этого параметра не существует. Европейец смотрит страховку, техобслуживание и стоимость всех затрат, которые в совокупности за период эксплуатации он понесет. Европейец не покупает деньги с мешком денег, утираясь потом и подталкивая свою жену к этому мешку из серии, ну-ка, ребятки, быстро мне отсыпьте машинку. Он всегда берет машину не на свои деньги, кредит, либо лизинг, причем по такой процентной ставке, к которой мы к концу этого века не придем. 2%, полпроцента, 3%, причем с огромными преференциями, когда тебе дарят 1, 2, 3, 25, когда тебе дают дисконт, когда у тебя есть трейд-ин, когда у тебя есть утилизация. И все в совокупности, в период кризиса, например, ценник на некоторые машины снизило до уровня, к которому мы еще не пришли. 5 тысяч евро за автомобиль Рено в Германии, это была нормальная цена. У нас за 5 тысяч евро что-нибудь продается из привозного. Жигули не берем, Жигули это не автомобиль, это все-таки, извини, АвтоВАЗ, могильщик русского народа, у него другая задача. А знаешь, только у нас в эфире утром было на Вестях, прощались с классикой, там же чуть-чуть не закончили продавать. Классику передают в производство ижевцам, ижевцы, которые всю жизнь сделали автоматы Калашникова, просто переходят на новый вид уничтожения людей. То есть классик будет производиться? Потихонечку, да. А говорят, что продажи на 6% вообще упали-то? На 2 трети, ну представь, это же существенно. Ну просто не углядели за статистикой, не успели дорисовать нужные цифры. То есть все фигня на самом деле продается? Да нет, конечно, она и раньше никому не нужна была, ну что ты. Просто, понимаешь, как люди, которые пьют паленую водку и постоянно покупают жигули, они очень быстро сходят со сцены, как действующие лица в экономике. Зароохранение не поспевает за их порывами. Не очень смелое обобщение. Это одна категория, потому что человек, который предпочитает сигареты Прима, паленую водку, он ездит на жигулях. Человек, который попробовал, например, уже что-то нормальное в своей жизни, он не возвращается к жигулям. Потому что он понимает, что все-таки сорокалетний период, это давно, не надо. Уже пора переходить из лаптей в какую-то обувь. Понятно, понятно. Так, подожди, я тебя перебил. В Женеву, наверное, пару вопросов. Да, следующий тренд, который там уже на протяжении многих лет тренд, это электрификация и переход на новые, экологичные. Как в этот раз в Женеве это было отражено и было ли там так же популярно. Это было очевидностью. Зеленые до такой степени никому в Европе не интересны, что их выгнали из основной экспозиции. Причем даже не в павильон ПАЛЭКСПО, а за пределами выставочного комплекса ПАЛЭКСПО, через дорогу нужно идти по улице. Серьезно? Сделали маленький такой маленький сарайчик, куда все это аккуратненько совочком так вот замели венечком. Сказали, ну вы тут, ребят, постойте, может быть, к вам кто-нибудь зайдет. И там вот эта всякая бытовая техника, эти вот тресогузки, эти вот кофемолки на своем носу. Панетополь, кофемолка, автомобиль, плазменный телевизор. То есть элемент одной экспозиции. Мелкая самобеглая вот эта вот инвалидность, она уже там, потому что она никому не нужна. Есть небольшой процент серийных гибридов, с этим уже сейчас никто не позорится. И давно известно, что гибридизация это тупиковый бед, так же как электромобиль тупиковый бед. Что тогда? Водород. Зачем за водородом будущее? Водород. Двигатель внутреннего сгорания остается еще на несколько веков, ездят будут на водороде. Серьезные игроки занимаются именно водородной темой, несерьезные отрабатывают социальный заказ. Как только завизжали по поводу того, что убей бобра, спаси дерево, пожалуйста, социальный заказ. Вы хотите гибрид? Вот он гибрид. Вы хотите электромобиль? Поиграйтесь. То есть электромобили это уже все прошлый век, уже тупиковый бед. Водород, что-нибудь было? Мы хотели строить розетки в городе. Что-нибудь было в Женеве? Какая-то водородная помпа автомобиля. Водород еще рано. Водород уже есть. BMW в течение 9 лет эксплуатирует в Берлине сеть водородных заправок и семерки BMW предыдущего поколения. Нормальные ездят. Что такое водород? Как это? В каком виде? Поясни. У водорода есть два способа. Две технологии. Первый вариант, когда водород закачивается на борт в топливный бак, и для этого нужна заправка, и там происходит химическая... А двигатель как называется? Что, простите? Двигатель какой? Двигатель внутреннего сгорания. А, ДВС. Да, обычный двигатель внутреннего сгорания. И он получает жидкость, которая у нас называется бензин, либо солярка, а там образуется та самая смесь, которая поступает в цилиндры, и там химическая реакция такого же практически взрывного характера, ведь Николаус Отто сделал не двигатель внутреннего сгорания, он сделал взрывную машину Николаусу Отто. Бензин взрывается. Он детонирует и взрывается. И октановое число – это число детонационной стойкости. 92, 80, 76 и так далее. Водород идет практически точно так же, но в результате его сгорания, его взрыва происходит вода и... Нет, нет, ничего подобного, кислород и вода. Кислород и вода? На что расщепляется H2O? На О и на H. На кислород и вода. Становится легче дышать, а за машиной из охлажданной трубы тихонечку вытекает писявая струйка. Ну теперь, то есть ведро, вот как на КамАЗах, вешают, оно теперь получит некое свое практическое применение. Реальное применение. Потому что, да, проехался, вышел, напился и поехал дальше. Хорошо, бензин понятно, откуда берется водород. Водород либо заканчивается на борт автомобиля, производясь на стороне, либо расщепляется из топливных элементов в результате реакции, происходящей на борту автомобиля. А, это химическая реакция, возможно. Тут как раз идут вот эти два параллельных пути, еще непонятно, какой из них будет более выигрышным. Пока идут по пути, завод производит отдельно, как, например, нефтеперерабатывающий завод делает продукт под названием бензин. Здесь водородоперерабатывающий делает жидкий водород, его заливают в машину в бак, машина поехала, расщепила, дыхнула свеженьким воздухом, облила водичкой, привезла тебя куда надо. При этом ты едешь не на тресогрузке типа Приуса, он же Примус, а на семерке БМВ. То есть мощность соответствует. Да, это прикольно. А в Женеве ничего не было водородного? Нет, эта тема слишком пока не востребована, потому что людям, которые не готовы, общественному мнению, которые не готовы, бесполезно показывают то, что они не поймут. Это как у Стругацких трудно быть богом, почему вы им сразу все не дадите. Они не прошли эволюционный путь. Они с ума сойдут просто. Просто им еще рано. Пока все хотят себе какой-то гибрид. Причем гибрид это тупик. Так, фольксвагеновская технология Blue Motion дизельного двигателя, она дает человеку нормальный автомобиль с нормальным мотором, который потребляет топливо меньше, чем Toyota Prius. И зачем иметь вот это вот нагромождение тяжелых технологий, огромное количество компромиссов, сложностей в эксплуатации, когда есть нормальная человеческая машина, более экономически выгодная. И вот здесь как раз стоимость владения опять выводит нормальный фольксваген в лидеры продаж. Если посмотреть рейтинги, Toyota появляется на девятом-десятом месте. В любом рейтинге чего угодно. Все, Сережа, мы прекратили пинать японцев, мы сейчас прервемся на рекламу. Не священ, что вы там встретите одного из запиненных. Друзья, вот сейчас будет объективная информация. Мы продолжаем разговор, ну вернее, наверное, уже завершаем. Завершаем разговор. Сергей Асланян у нас, или как мы его называем ласково, за глаза, у нас в редакции Вести ФМ, ядовитый серж. Вот, значит, Сергей Степанович продолжает нам рассказывать про Женевский автосалон. Я хотел, вот, да, значит, Toyota, все понятно, эти не туда, это никуда, водород пока им рано. А что было такого реально клевого, чтобы люди, ладно, люди наивные, а вот чтобы ты подошел и так сказать... С языка снял вопрос, мне очень... Чтобы ты прямо, чтобы слонян так... Реально клевое бывает разное. Это какому-то бриллианты мелковаты, кому-то щи жидковаты. Швейцарцы, избалованные шикарным предложением и возможностью купить абсолютно любой автомобиль мира, давились вокруг Peugeot 208. Маленького, прагматичного городского автомобиля сделано с французским изящным. С турбинками, наверное, да? С чем угодно, и с простым бензиновым, и с дизелем, и со временем с турбиной. Маленькая, аккуратненькая машинка. Они с таким же интересом смотрели на Mitsubishi IS-X, переделанной под Citroën C4 Aircross и под Peugeot 4008. Две маленькие, тоже вполне понятные машинки. Швейцария, так же как Германия или Франция, это как непарадоксально машины, там население покупает эти автомобили раз и на всю жизнь. У них невероятно старый парк. Вот ощущение, что иностранец это такой дородный молодец, который с утра до ночи меняет женщин, машины, Джеймсов, Бондов, как перчатки, оно обманчиво. Это скорее русский. Маленькая ездит на машинах 10, 15 и 20 летней давности, так же как и Германия, так же как и Франция. Очень многие люди покупают себе машину единственный раз в жизни, донашивают ее как хорошие ботинки до гробовые доски, и поэтому им нужен не пафос, а удобство и та самая пресловутая стоимость владения. И поэтому Peugeot 208 гораздо интереснее, чем вот этот самый Bentley концепт. Сейчас опасный вопрос. Нет, о главном давай теперь. Вот теперь действительно главный вопрос. Да? Я просто хотел, чтобы Николай Фоменко сейчас съежился и спросить про Маруся. Давайте спросить, потому что главный вопрос. Как там наши? Благодаря нашей прессе понятно, что главная премьера швейцарского, женевского авталона – это Маруся. Она же Мараша. Ну да. Мараша, как мы знаем, по крайней мере по интернет-сообщениям, родилась в результате тяжелого удара по голове Николая Фоменко. Собственно, получив травму черепа, он и родил идею Мараши. Мараша пока еще все-таки не автомобиль. О том, как она ездит, мы не знаем, но теперь уже мы точно знаем, что она очень хорошо стоит. И в Женеве она как раз стояла. Красивая? Идей вокруг нее заметно не было. Нет, она некрасивая. Она в своей концепции пародирует Lamborghini, пародирует неудачно. И все-таки Европа, она очень чутка и к вкусу, и к восприятию темы, и к ценнику. Мараша раза в три дороже, чем то же самое, сделанное известными фирмами и стоит на соседних стендах. При этом Мараша хуже выглядит и пока не имеет биографии и производства. А все остальное можно уже купить. В Финляндии сейчас ее производить будут? Бабушка Надвая сказала, где ее будут производить. Вот на заводе московских холодильников ее делали последние несколько лет, но почему-то они говорят, что мы ее даже продаем, а покупателей не найдено ни одного. На официальный запрос автосельхоз Машхолдинг сказал, что такой машины в нашей стране не производится. Хотя Николай Фоменко с сильно ушибленной головой, видимо, считает что-то другое. Говорят, делали на заводе холодильников, кондиционер ломается. Ну что, я думаю, какое-то представление. Мне кажется, пока мы достаточно заработали врагов, для одного дня хватит. Сейчас надо немножко переварить это, осмыслить, а потом мы Сергея... И с утра поспорить все кончится. Спасибо тебе огромное. Да, пожалуйста. Сергей Асланян о итогах Женевского автосалона. Спасибо профилактике. А про машинки так и не поговорили. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...